здравствуйте вновь рубрика открытые микрофоны мы с вами в еженедельном формате встречаемся обсуждаем что ждать от рынка на абсолютно ближайшее будущее причем я не буду до традиционно проводить какие-то обзоры всех инструментов более подробную интер дневную или там какую-то другую торговую идею может посмотреть на моем непосредственно канале а я здесь хочу рассказать вам про какие-то вещи более такие масштабные вещи на подумать вещи на плану обсуждать поэтому честно говоря просматриваю хоть с опозданием на все комментарии буду рад если вы поднимите какую-то интересную тему либо возразить или поддержите собственно говоря мои мысли поэтому welcome в комментарии что я хочу сегодня рассказать в принципе вы видите то о чем мы сами говорили ровно неделю назад а я говорю о том что рост стремительно роста себе 500 и рынка фонда вообще в целом должен прекратиться конечно все произошло намного так сказать быстрее стремительнее чем я ожидал но причиной сказать всему причиной этого ускорения это вот это вот эпидемия которая захлестнула весь мир хотя на самом деле я не придаю особо какое-то значение конечно эпидемия дала так сказать свою реакцию если вы видите по долговым бумагам хотя бы сша дату ведь что они снижают своих доходностях и соответственно снижается smp 500 и многие другие рынки что говорит о том что рынок переходит стадию рисков то есть активы бегут из фондового рынка бегут в активы убежище отсюда мы видим сами род золото и снижение инструментов таких как доллар японская иена и соответственно снижение доходности в долговых бумагах долго ли это продлится или нет но вот была одна статья от goldman sachs да в которой проводилось некоторые статистические изыскания что такие эпидемии как птичий грипп который до недавно было было они все сходят на нет где-то через 3-4 месяца поэтому месяца недели поэтому вот искать концу февраля мы с вами об этих вещах позабудем и все так сказать в придет в норму с вами ну опять же если эта эпидемия прекратится да я думаю что она скорее всего прекратится потому что если он не прекратится и будет прогрессировать такими темпами которые прогрессируют сейчас то скорее всего концу февраля знаете у нас будут сами другие проблемы они проблемы относительно финансового рынка но я почти уверен что снижение и во всяком случае окончание роста смп 500 у всех фондовых рынков произошло бы и без всякой там без всякого коронавируса может быть не так стремительные опять же обратите внимание да вчера например упал самолет в афганистане и вот талибан типа этот говорит о том что то они избили американцы подтверждают тот факт что да действительно упал самолет вооруженных сил сша при этом не признается что это был что-то намеренно сбили а вот по каким-то другим своим соображением он упал в обычном рынке это могло бы спровоцировать и снижение фондового рынка да потому что вроде как этого рода вооруженная агрессия и так далее так далее рот золото но вот так сказать на волне вот этой всей эпидемии как бы по барабану упал да упал да и бог с ним на это на самом деле это хорошо потому что когда все это начнет отступать в этот излишне на мой взгляд паника она перестанет так сказать галопировать и вот эти все обвалы вот эти все росту до которые мы видим последние дни они пойдут в откат вопрос тайминга да то есть когда это произойдет сказать на самом деле очень сложно потому что крайне сложно и адрес клан невозможно спрогнозировать когда эта эпидемия перейдет искать с фазу роста в фазу снижения ну либо хотя бы отсутствие дикого прироста на что я бы обратил ваше внимание ну традиционно да на баланс федеральной резервной системы сша значит ссылочки будут в описании к этому видеоролику я попрошу что прикрепили баланс не то чтобы он снижается да но мы видим что он перестает расти как сумасшедшие то есть если разглядеть темпы прироста то они замедляются да и если мы посмотрим с вами структуру именно этого баланса до последним данным отсечка которую 22 число то можно обратить внимание что прирастают у нас бумаги bills в принципе это и есть программа нику и мы об этом с вами говорили значит прирастает банды просто до который в принципе не должны были прирастать ну ладно бог с ними и для меня позитив ну в как позитив до ожидаемо это снижение сделок репо объемов репо то есть можно посмотреть в динамике что неплохо идет все в билз да то есть они покупают очень ровненько короткие бумаги до года и снижается объемы инвестирования сделок репо что для нас для трейдеров это с вами значит это значит что действительно в сентябре в ноябре был кризис ликвидности на межбанке об этом говорили и сам джон павел и посмотрите внимательно да все объемы изначально там заливались непосредственно в сентябре в ноябре ближе к новому года объему уменьшилось но я отмечал ваше внимание что фрс готова залить все нафиг ликвидностью банкам столько не потребовалось примерно 50 миллиардов долларов в день в таком случае по открытым данным вчера 50 миллиардов долларов в день в качестве сделок репо было влит в систему но это не такие уж и большие объемы которые были в сентябре что получается что ситуация на межбанке она выравнивается и такой сильно крысы ликвидности на самом деле и нету и вот на что стоит теперь обращать внимание на два события первые из них это завтрашний получается фонд федеральной резервной системы сша и выступление джером паула я думаю что там волатильность будет по доллару в целом и вполне возможно что мы видим сами усиление доллара сша на чем на том что джером паула может как-то анонсировать или намекнуть о том что программа вот это вот его некую и она так сказать будет прекращена но не знаю там во втором квартале далее было с окончания первого квартала в общем все это может произойти более того на это в принципе настраивается рынок обратите внимание на ожидания рыночные по процентным ставкам в принципе это уже показывал табличку но для тех кто не помнит или не знает что это такое это ссылка опять же да будет прикреплена в описании это ожидание по процентным ставкам федеральной резервной системы сша эта табличка строится биржей химии биржей где торгуются фьючерсы на процентную ставку и она отображает ожидание участников рынка относительно будущего изменения процентной ставки мы видим что в диапазоне 150 175 байсных пунктов то есть в текущем диапазоне ожидают увидеть решение процентной ставки 87 и 3 процента участника рынка причем обращаю ваше внимание что это не опрос да это денежная реальная ситуация то есть это реально фьючерсная ситуация и чаще всего они оказываются правы то есть рынок действительно заказ закладывает ожидание в соответствии с тем что действительно может так либо иначе произойти и вот если фактические действия регулятора в данном случае фрс не не совпадают с этими ожиданиями тогда мы сами видим реакцию и что мы здесь сами видим мы сами видим что практически каждый десятый из торговших на этих инструментах ожидает увидеть повышение процентной ставки на 0 25 процентов то бишь на 25 байсных пунктов безусловно это не говорит о том что ставка будет повышена отсюда я делаю вывод что ставка останется без изменения это очень 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 вероятный исход но намного интереснее посмотреть что будет написано в комментариях и что будет сообщено на пресс-конференции будут ли там какие-то намеки во всяком случае по данным этой таблицы мы сами делаем вывод что рынок ждет ужесточение монетарной политики а сворачивание программы не куе это и есть ужесточение монетарной политики другими словами коротко если да если джером пау объявит о том что они ликвидность как предоставляли так и будут предоставлять и программу куе продлят еще фиг знает насколько мы с вами увидим что по факту регулятор проводит мягкую монетарную политику что не соответствует вот эти вот ожидания и доллар сша ослабнет соответственно фондовый рынок smp 500 и получит свою поддержку если джером пауэлл сообщит о том что ну вот они по так сказать этот кризис ликвидности погасили все более-менее стабильный тогда и так далее до сша на это даже может подрасти соответственно это будет негатив некоторый для smp 500 который тоже в какой-то момент может просесть а так либо иначе ну здесь мы сами увидим соответствующие изменения хотя вы не думайте что рынок полностью перешел на ожидание повышения процентной ставки например концу этого года до большинства все-таки ждет что ставка будет понижена так что можно сказать что это коротковременное явление второе событие на который я обратил внимание это 30 января это у нас решение по процентной ставки в банке англии я уже анонсировал в принципе ну короткое состояние экономики не очень них ним у них снижается инфляция что очень плохо в великобритании у них неплохие данные вышли по безработице что в принципе хорошо и вся интрига переносится вот на четверг получается на 30 января когда они будут принимать решение прикол в чем если статистические данные будут ухудшаться они в принципе не 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 ра это не радует да скажем так то банк англия приступит к понижению процентной ставки для того чтобы смягчить эту монетарную политику если же вот эти данные которые опубликованы уже их не напугали то они останутся без изменений и это интрига будет разрешаться именно 30 января если мы с вами посмотрим на то что ждет рынок то у нас в англии нет такой прогноза по ставке фрс до ожидания поставки фрс но мы с вами можем обратить внимание на кривую доходности долговых бумаг она в принципе неплохо отображает на самом деле состояние рынка да то есть то что они ждут и обращаю ваше внимание на то что вот в дюрации от одного года до 7 лет до 10 лет доходность текущая доходность по процентным ставкам составляет порядка 1 34 до даже есть 131 1 047 05 то есть что это значит напомню что текущая процентная ставка в банке англии это 075 поэтому в принципе то есть 075 это вот примерно здесь то есть мы сами можем сделать вывод что рынок ожидает смягчение монетарной политики и это уже заложено в цену это тоже не опрос то что доходность такая низкая говорит о том что уже так сказать достаточно большая часть участников рынка заложилось на эти ожидания купила соответственно долговые бумаги что привело к такой доходности которую мы сами здесь анализируем и туго получается что если банк англии пойдет на смягчение монетарной политики да но речь не идет о том что они в январе понизить процентную ставку хотя если они это сделают в январе дата серьезного прям падения при падении не будет обратите внимание что 6 месячные долговые бумаги да то есть полугодовые торгуются там ранее 071 то есть они примерно на соответствующих уровнях получается что рынок закладывают понижение процентной ставки где-то ближе к лету и вот если это будет анонсировано в банке англии если это будет отражено в отчетах и если структура голосования будет такого что практически много людей за понижение процентной ставки то мы увидим сами давление он так хотя незначительно потому что в принципе это уже сидит в цене дикий рост фунта мы увидим с вами в том случае если банк англии так сказать проигнорирует эти моменты если его риторика будет такого что окей все нормально на статистику устраивает и никакого повышения понижения там в ободримом будущем мы не видим тогда фунт подрастет это будет достаточно серьезно ну не то чтобы серьезно будет заметное укрепление другими словами фунт вверх будет расти при этих новостях значительно быстрее чем например он будет снижаться если банк если регулятор подтвердит те вещи которые в принципе уже заложены в цене соответственно это главная интрига и я на это буду обращать внимание и ваше и свое и третий момент который бы она хотел обозначить это скорее российский рынок если вы смотрите и нефтяные котировки которые завалились торгуют сейчас вниз в принципе по wti диапазон цен 5565 этот диапазон цен странного пека опек плюс значит считает нормальным и тот факт что из вот этого всей эпидемии нефтом заваливается до для них это некоторые угрозы и они перейдут и даже уже перешли к вербальным интервенциям говорить будут о том что они сократят о том что они все регулируют им такая цель нефть не нужна и знаете я им верю действительно там в течение трех четырех недель когда вся эта эпопея вот с заражением пройдет да все может переходить в откат и соответственно я вот по своим позициями своих брифингах об этом говорю начинаю набирать нефть именно вот wti то есть есть длинные позиции по 53 и если она упадет я буду подбирать и по 50 и буду подбирать по 42 или 45 сейчас уровень не помню но опять же да то есть я это я планирую это подбирать без плеча и буду сидеть долго вполне возможно что даже вплоть до марта до этих опек когда цены на нефть могут там подрасти в 60-62 вот такой целовой ценовой диапазон меня устраивает и это потом почему да потому что значит потому что вот это вот паника да она должна прекратиться и у нефть чем она ниже сваливается тем больше вероятность того что она перейдет в рост что касается россии еще раз здесь у нас график рублевой стоимости нефти марки бренд и обращаю ваше внимание что значительно низкая да это стоимость рублевых ниже было только в 2008 году в конце 2008 года когда не завалилась очень сильно было конечно шикарно но тем не менее поэтому тот факт что рубль у нас пошел так сказать стала слабеть пара доллар рубль стала стала расти мы этот момент с вами ну по моему обсуждали смогу наврать потому что подобных видео записываю немало мы обсуждали да что рубль должен начать расти и начал расти если сравнивать три показателя синий из них это уровень ценовой индекса нашего государственного долга rgb и то есть он говорит о том что фундаментально эта стоимость нашего рубля в принципе неплоха нашим долгом интересуются но вот нефтяные котировки которые заваливаются с начала года этого до наконец-то оказали влияние на рубль и он начал слабее то есть здесь единицы для на доллар рубль то есть рубль по отношению к доллару что ждать всех поздравляю кто в принципе смог реализовать эту идею в первую очередь поздравлять себя потому что тоже сидел в рублей постоянно его покупал вот именно на этой идее прямо с начала года сколько доллар рубль не заваливалась без плеча подбирал потому что ну а как блин иначе до когда-нибудь при приведет то падение которое приводило еда у нас хоть и бюджетом профицитные мы вроде бы слезли там с нефтяной иглы один фиг да как бы никто это не отменял такие серьезные падения до будет ли рубль ослабляться дальше сказать честно очень сложно потому что серьезное так сказать укрепление рубля я наверное теперь уже и не вижу но так сказать по инерции по инерции мы там сколько-то достичь можем если говорить например по графику дату 6350 это прям вообще самый верх и это из предположения того что нефтяные котировки не продолжат свое падение если паника конечно продолжится если нет продолжится то мы также пойдем слабить и по российской валюте что еще да да в принципе наверное все основные вещи не буду перегружать видео не буду перегружать вас информации осваивайте и все встречаемся в этом же формате через неделю ровненько